Я приветствую вас, возлюбленная и благословенная Церковь Иисуса Христа. Сегодня воскресенье в нашей Церкви снова богослужения. Приглашаем всех. Давайте с вами помолимся. Дорогой Иисус, дорогой наш Небесный Отец, драгоценный Дух Святой, мы поклоняемся Тебе, превозносим Тебя. Мы любим Тебя. Спасибо Тебе за все обетования, да и аминь, которые во Христе Иисусе, и мы их имеем. Олегуя и слава Тебе, Господь. И сегодня воспоминания о жертве Иисуса Христа мы хотим принять в причастие, вспомнить о том, что Ты сделал на кресте, и никогда об этом не забывать. Ты – наша главная ценность, Ты – Бог. Самое важное в жизни для нас. Ты – Бог и личные отношения с Тобою. И многие просят исцеления, многие просят пробуждения, многие просят благословения, многие просят чудес, знамений. А мы просим и вином лица Твоего. И вином лицо Твое, Господь. Помоги созерцать красоту Твою, Господь. Потому что Ты – главная ценность в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь. Если кто-то имеет какую-то ценность в этой жизни, то только потому, что её имеешь один Ты и делишься ею на своё усмотрение. Спасибо Тебе, что Ты поделился со мной, что Ты поделился с нами своей ценностью. Аллилуйя! Тебе, Господь. И мы также ценны в Твоих глазах, потому что Ты заплатил свою жизнь за мою душу, за душу каждого человека, живущего на этой планете Земля. Спасибо Тебе, что я уверовала в Тебя, что я имею спасение в вечную жизнь. Ты сказал, ешьте моё плоть и пейте мою кровь, и будьте иметь жизнь вечную. И кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить его крови, тот не будет иметь в себе жизни. Кто будет есть моё плоть и пить мою кровь, тот будет иметь в себе жизнь. Спасибо Тебе, Иисус, что мы этим обрядом хлебопреломления подтверждаем то, что мы являемся сопричастниками Божеского естества. Мы Твои дети, я Твоя дочь. И по всему миру Твои сыновья и дочери поклоняются Тебе и верят в Твою безусловную отцовскую любовь, безусловную любовь Бога, безусловную любовь нашего жениха Иисуса Христа, потому что мы Церковь, мы Твое тело, мы Твоя невеста, которая ждёт Тебя. Аллилуйя. И подготавливая наши души, наши сердца сегодня, чтобы все пришли в меру полного возраста Христова, чтобы все были готовы к тому, чтобы Ты пришёл, чтобы этот день не застал нас внезапно, вот, чтобы мы ожидали блаженного упования Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Этот хлеб, это тело Твоё, Иисус, за нас сломимое. Ешьте это все. Это вина, это кровь Твоя, Иисус, Нового Завета, за многих изливаемого, оставление грехов. Пейте это все. Давайте сами споём. Сильнее, чем жизнь. Раню я всё, что Ты сказал. Ценю завет я наш всегда. И всё, что было по-саме, Бегу в объятия Твоих, Сильнее, чем жизнь. Сильнее, чем жизнь. Люблю тебя. Люблю тебя. Сильнее, чем жизнь. Сильнее, чем жизнь. Сильнее, чем жизнь. Сильнее, чем жизнь. Как может быть, что Ты один на крест? Наши грехи вознес. Как может быть, что роды Твои за меня? Бог мой, Ты царь всего сильней, чем жизнь. Люблю Тебя сильней, чем жизнь. Люблю Тебя сильней, чем жизнь. Люблю Тебя сильней, чем жизнь. Люблю Тебя. Аминь. Которую мы имеем во Христе Иисусе. Слава Тебе. Итак, сегодня мы будем учиться молиться по Слову Божьему. Эфесянам 6 глава, с 10 по 20 стих. Будем отождествлять это Слово Божие лично с собою. Потому что у нас личные отношения с Богом. Итак, сразу переводим эти стихи Священного Писания лично на себя. Потому что если мы отождествляем Слово Божие лично с собой, то Слово Божие отождествляет нас лично с собою. Это Бога, потому что Слово Божие это есть Бог. Итак, с 10 числа к Ефесянам, глава 6, 238 страница Нового Завета. Наконец, сестра...